День главы, который мы сегодня с вами проведем, это Парашат Тецабе. В главе, в начале Парашат Тецабе, Творец заповедует Мушарабейну о митве, особенной митве, которую должны были делать в храме, а именно зажигание свечей Менуры. И для этой заповеди была необходима, чтобы тот шемель, тот масло, которое использовали для храма, не только во время Мишкана, и тоже дальше, когда это было уже в храме, в Иерушалиме, должно было быть особенным образом сделано, особенным образом. На самом деле, место этой заповеди не в нашей недельной главе, так как уже говорят наши мудрецы, это уже в дальнейшем в сэферовой икра. А здесь Тора перечисливает, потому что все необходимые инструменты и одежды, и все вещи, и все строительства Мишкана уже здесь, этих двух, как бы, недельных глав, оно перечислено. Из-за этого здесь тоже, как бы, в принципе, Тора это рассказывает. Но, друзья, основное, как бы, место это в сэферовой икра, так как уже там уже приводится уже частичным образом, как все и что он уже, как бы, делал. Похотели бы вы сегодня, с вашей помощью, концентрироваться на первые слова, которые, как начинается на нашей неделе, глава, и может быть, с этого, с вашей помощью, изучать какие-то важные уроки для нашей жизни. Начинается с недельной глава, Говорит Творец Моше Рабейну, И ты будешь заповедовать еврейских детей. И возьмут тебе чистое масло для, как бы, зажигания свечей в храме. Значит, мудрецы сразу же здесь обращают внимание на необычное выражение, которое здесь выражается. Творец заповедует и говорит с Моше Рабейну постоянно заповеди, которые еврейский народ должен будет тебе делать. Но везде, в принципе, говорится, сделайте храм, построите, сделайте Менуру, сделайте Арон, сделайте это, сделайте это. А тут, особенным образом, Тора говорит, ты заповедуй. Вятта Тецаве. Ты заповедуй им, чтобы они принесли масло, для того, чтобы зажгли в храме Менуру. И вопрос задается, почему тут Тора выражается таким особенным образом? Вятта Тецаве. Вятта Тецаве. И вообще выражение Цивуи, Тецаве, это тоже, в принципе, не часто встречается в Торе. У нас есть парашат Цав, который есть уже в дальнейшем, в Север-Вайкра. У нас в некоторых местах Тора выражается Цаве с выражением Цивуи, это как заповедь, особенное именно выражение. И в каждом из этих выражений, где Тора выражается с выражением Цаве, а не слово сделать, как Ласот, Тасу, Весу, сделайте и так далее. Тишмеру, храните. А именно Цаве, везде наши мудрецы проходят, мудреши их, и хазаль, говорят объяснение, почему здесь Тора выражается выражением Цав. Что это за выражение Цаве, когда Тора, когда в Тевсевишне говорит так с Машрабей. И наши мудрецы объясняют то, что везде, где упоминается на самом деле выражение Цаве, Цивуи, а именно заповедь и так далее, ты заповедуй их. Это всегда приходится с особенным, скажем так, элементом, который этот заповедь носит с собой. Это не только заповедь, в которой Творец заповедовал только Машрабейну, так как оно было в разных заповедях. Есть еще дополнительный момент, дополнительный элемент, где Тора хочет здесь именно скажем так подчеркнуть, чтобы еврейский народ узнал, чтобы Машрабейн узнал этого. В чем смысл этого слова? Объясняют наши мудрецы в Верующей Трава. То, что всегда, тогда, когда приходится на самом деле это выражение, это Это выражение, которое обучает нас, то, что выражение, чтобы убестриться, чтобы что? Чтобы поторопить на самом деле еврейский народ. Чтобы поторопить в тех местах, где написано такое именно выражение Цивуй. Говорили с Цивищем специально таким образом, что есть тут в этих заповедях особенный идея, особенный момент, который нужно поторопить именно еврейский народ. Не просто так сказать, что это соблюдать, или это делать, это построить. Нет, здесь экстра нужно именно поторопить. Или же выражают наши мудрецы, где есть потеря денежная, то тоже Тора выражается с выражением Цивуй. То, что здесь потеряне, денежная потеря, Тора говорит, я знаю, что здесь это большие царара для человека, из-за этого убестряй по терапии еврейского народа и объясняй их им и говорим правильным образом, чтобы они делали эти заповеди. Или же лошонасара, как он именно переверяется, осторожность, которая должна быть именно в этих меместрах. Теперь, если мудрецы выражаются всегда таким образом и говорят, то, что объяснение на самом деле в этих местах, где написано в Торе Цивуй, это значит, что Тора подчеркивает момент, что мы должны быть чрезмерно осторожны, где есть потеря денежная, или лезарез, или чтобы поторопить еврейский народ, когда мы задаёмся здесь вопрос, здесь, когда Тора говорит нам о приношении масла, что мы должны были принести, чтобы осветить именно храм, то в чём заключается здесь, то, что поторопить еврейский народ, чтобы они принесли именно масло. Орхай Макадош даёт нам очень интересное объяснение на этом. Рамбан говорит об этом, даёт одно объяснение, но Орхай Макадош говорит нам в следующий момент. Орхай Макадош говорит так, как мы уже сказали, то, что это особенное выражение, которое Тора подчеркивает постоянно, то, что хочет нам давать особенный месседж. В чём тут особенный месседж? Говорит Орхай Макадош что, если задуматься, это не совсем, скажем так, мусоры, это не совсем правильно, не совсем, скажем так, выглядит, скажем так, этикетически со стороны этики, скажем так, правильно, чтобы Творец заповедовал, чтобы его доме принесли масло, чтобы осветить его же дом. Чтобы Творец говорил Маши Рабейну Машей иди скажи о реверийском народу, вот будет сейчас храм и в Кодыш, и в Кодыше, где, кроме Куани, никто не могут зайти, чтобы осветил, на самом деле это место, чтобы оттуда выходил свет на весь мир, как мы знаем. В этом месте Пусани принесут масло, чтобы зажечь. Это, говорит, не подходит, чтобы это было таким образом сказано. Из-за этого Творец приходит и говорит, Маше, да, есть заповедь, что они должны на самом деле делать это, но что правильнее будет, чтобы ты с твоей стороны, ты поговорил и ты дал им объяснение о важности, что настолько важно уважать храм и настолько подобает, чтобы делать это заповедь и особенным образом поговорить на их сердцах и чтобы это вышло с твоей стороны. Настолько это важно, чтобы они уважали, чтобы у них было уважение по отношению к храму, чтобы они должны принести именно масло. Веататетзавэ ты заповедуй. Конечно же есть заповедь, но особенный момент здесь есть, особенный момент, что это пришло от тебя. Ты дай им объяснение о важности. Это не как то, что, если можно привести такой пример, отец не может сказать своему сыну, что уважай меня. Может сказать мама, может сказать уважай отца, отец может сказать уважай маму, но это всегда очень как бы странно будет, что уважай меня. Принесите скажем так в моем храме что масло, чтобы осветить его. Торец говорит за вам усары. Это не четко, чтобы на самом деле делать. Из-за этого что? Веататетзавэ ты выражайся с ними, ты поговоришь с ним, ты заповедиваешь, ты дай им объяснять настолько это важно, настолько это необходимо, что да, подобается в доме творца, в месте, где есть шхина, шэма, чтобы мы, еврейский народ, ценили это место и приносили так, как им все правильно принести на масло. Дорогие друзья, этот момент дает нам на самом деле задуматься по моему мнению, я это нигде не видел, но это противо, я разбросан в разных местах, я покажу вам это все, невероятный большой мусараскель, большой мораль, который здесь у нас заключается. Подумаем о том моменте, что Творец он заповедует нам делать эту вещь. Но несмотря на то, что это заповедь, мы должны делать, мы будем делать этого, маше раппина предупреждает, маше знай, знай, как разговаривать, знай, как рассказывать, знай, как давать эту заповедь еврейскому народу. Не только он dает нам форму заповедей, но и дает именно, что мы должны делать и как мы должны делать, он дает нам форму передачи, как общаться с еврейским народом. Я хочу приведу Я хочу привести вам еще несколько моментов, где Творец отображается, и мы оттуда можем с Божьей помощью изучать невероятно большой урок. Прошлая недельная глава, Параша Трума. Написано в Эдабарашемель Мошелемор, говорил Творец Мошелапейну, Даберельбен Исраэль, поговори с еврейским народом. Вейкхули Трума, возьмите меня Труму. На этом же месте Бала Турин говорит, почему Тора говорит там Вейкхули Трума, возьмите меня Труму. Патах, то что написано в начале, что Даберельбен Исраэль, поговори ты с еврейским народом, значит Белошон Пьюс. С выражением, что, что надо поговорить с еврейским народом, почему Белошон Пьюс, с успокоением и премилерием, то что что, потому что здесь есть потеря денег. Еврейский народ должен был бы принести, как мы сказали, 13 или 16 разных вещей для строительства храма, как мы уже помнят прошлой неделе, махлога наших мудрецов. Поскольку здесь была потеря денег, Маширабин должен был бы поговорить с еврейским народом на их сердцах с объяснением, спокойствием, успокоением и правильным образом, чтобы еврейский народ мог, скажем так, купить этот момент и принять на самом деле этот момент, то что да, мы хотим на самом деле принести. Да, мог бы творец на самом деле сказать, делайте эту вещь, принесите мне, но нет. Образ передачи пусть будет особенным. Виататэцэвэй, ты скажи, что это приходит с твоей стороны, объясним, насколько это важно. Труму приносите, поговорим особенным образом на их сердцах, что это не просто так, что сейчас они будут отдавать деньги, это не просто так. Как разговаривать? Это чрезмерно важно, потому что Тора подчеркивает здесь уже второй раз. Приведем еще третий раз, третье место, где Тора именно тщательным образом это выражается, прям именно текстом. Творец дает нам Тору. Говорит Моше Рабейну, Моше, готовьте сейчас три дня, чтобы не было отношения с женами, не трогайте гору. Говорит, какие люди должны были именно подниматься, очищение, притмила, как уже наши мудрецы говорят, виля, всех этих вещей. Вау Парашат Итро, Парашат Мишпати, все это тщательным образом объясняется, какие вещи они должны были на самом деле делать до дарования Торы. Но смотрите, что есть один очень уникальный момент здесь. До того, как вся эта история начинается дарование Торы, говорит Тора в следующий момент. Таким образом, эти слова, вот эта вещь, поговори дома Якова, Ветагет, и скажи детям Израиля. Что это значит дом Якова, дети Израиля, зачем написано Томар, потом написано Ветагет. Сразу же Раши проводит нам Мехилту, это тоже проводится Берешит Раба. То, что Лебет Яков, Элуханашим. Что это значит дом Якова? Это женщины. Ты хочешь им передать сейчас информацию, то, что Творец сейчас хочет давать нам Тору. И хочет нам давать заповеди. В первую очередь, кому ты должен обращаться Моше? Поговори сначала с женщинами. Пей Тьяков. И как поговорить с ним? Говорит Раши. Белашон Рака. Поговори с ним мягко. Мягко. Не говорим тяжелые моменты, то, что будет гейном, будет там, если вы не будете соблюдать, то будет это, и тежеизмерно тяжелые какие-то там моменты в Галахе и так далее. Нет. Рака. Мягкие вещи. Белашон Рака. Каким образом ты должен с ним поговорить? Начальником? Женщинам. Как поговорить с женщинами? Белашон Рака. Мягким образом. Ветабет ли вне Исраэль? Поговори с детьми Израиля. Кто это? Он Ашим. Наказание. Ветик Дукеим. И все детальные законы, которые есть в Галахе. Параш. Ли Захарин. Объясняет это мужчинам. Мужины они могут. Мужины они могут. Но у них твердая кожа. Они могут им придержать это все? Они могут понять тяжелые вещи. Наказание и так далее. Эти вещи. Что есть в Кейном. Что есть в наказании. И все так далее. Тяжелые вещи. Говори им. Говори мужчинам. Хакашим кегедим. Твори макашим кегедим. Так как сухожилие твердое. Тоже такие же вещи. Говори мужчинам. Дорогие друзья. Невероятно большая вещь. Все мы обязаны соблюдать. Все. Он написан на вторе. Все законы и так далее. Но Тора уже как несколько раз. Как мы уже подчеркнули. Выражается тщательным образом. Мужи быть осторожным. Как ты передаешь информацию. Как ты разговариваешь. И знай с кем ты разговариваешь. Потому что зная с кем ты разговариваешь. Ты таким образом. Тоже будешь подходящим образом. Тебе нужно передать эту информацию. Значит информация. То что мы хотим передать кому-то. Это тоже самая информация. Или тоже самый месседж. Она может восприниматься от разных людей по-разному. И поскольку. Как говорят наши мудрецы. Так как лица каждого человека в этом мире не похожи на друг друга. То же самое их разум не похожи на друг друга. Значит восприятие каждого человека абсолютно по-другому. Из-за этого говорит нам творец. Это не то, что мы идем. И давай. И так мы должны делать. И все. Это правда. Это истина. Да. Ты прав. Что это правда. Это истина. Как ты говоришь. Не вопрос. Что ты говоришь. Вопрос. Как ты говоришь. И с кем ты говоришь. Это чрезмерно важно. Это не вещь. Который сегодня как бы это культурно говорить. И это нужно правильно. И так далее. То тоже нам уже говорит это. Что мы должны всегда лейтха-шеф подумать о другом человеке. Моша Рабейну перед смертью. Когда умирает. Когда уходит уже с этого мира. Он просит творца. Творец. Посылай еврейскому народу человека. Который знает дух и говорит людей. Что такое дух и говорит людей. Что он может понимать дух каждого человека и человека. Что он в состоянии понять каждого человека. И на ее языке разговаривать. Это чрезмерно важен на самом деле урок. Который мы можем взять на самом деле отсюда. И с Божьей помощи я бы хотел чуть-чуть развивать на самом деле эту тему. И показать в нескольких местах чрезмерно важные моменты. Которые наши ведрецы говорят. Образ разговора. Образ разговора настолько это важно. И часто все то что мы думаем. Вы понимаете если посмотрев в этих свечах. Часто то что мы думаем то что вот так это должно быть. Или это правильно это истинно. Я же хочу именно хорошее намерение. Ну вот как оно было передано. Могло бы вообще поменять абсолютно все. Могло бы поменять абсолютно все. И не только этот момент дорогие друзья. Очень часто уже в последнее время. И если говорить тому назад. Потому что постоянно приходят и студенты. И ребята и взрослые. И всегда этот вопрос. Вот социального общения. Социального общения. Как вот люди чтобы уважали. Чтобы найти общая связь именно с людьми. Как чтобы найти именно какое-то место в обществе и так далее. Очень часто мы сталкиваемся с этим вопросом. Вопрос разговора. Вопрос разговора. И это может быть глобальных вещей. Социального статуса и так далее. Социальное общение вообще с людьми и так далее. И это может быть до элементарного. Это общаться вообще с детьми. Общение с папой, с мамой. С друзьями, со всеми. Людьми вообще общаться. Это основные моменты которые наша Тора дорогие друзья обучает. Если мы это возьмем. Мы с Божьей помощью можем такие невероятно большие изменения найти в нашем жизни. Которые можно наяву нашими глазами увидеть именно большие-большие изменения. Но до этого я бы хотел рассказать вам одну историю. Которую я уже упомянул. Мне кажется в наших уроках. Урок про историю. Которое произошло с... Одним из великих-великих мудрецов прошлого поколения. Цадык. Мама шишот изи саду лам. Раб Ари Левин. Не главарь Левин. Грузии. Раб Ари Левин являлся тоже. Великий-великий-великий мудрецов. Прошлого поколения. Жил в Израиле. И его отношение с людьми, по отношению к людям, это было что-то невероятное. Это что-то было невероятное, дорогие друзья. Любовь к еврейскому народу. Это было... Рассказывал эту историю. Я слышал лично от его ученика. Раб Моши Армштер. Который один раз находился с ним в день шабата. Когда Раб Ари Левин пошел в больницу, чтобы навестить больных людей. Это был один из его великих вещей, то, что он делал, навешать больных людей. И давал им жизнь. Так, набрали на дороге, от больницы. Раб Ари Левин видит человека, еврея, который курит сигарету. День шабата. Раб Моши Армштер рассказывал, что когда я говорю, я услышал, я увидел это. Я, говорит, я остановился, говорю, на одном месте. Я не знал, что сейчас произойдет. Я знал, настолько большой любовь был у Раб Ари Левина. И я не знал, как он сейчас упрек, даст ему. Я действительно боялся находиться в этом сейчас Арбамо, то, что называется, встрече этого человека с Раб Ари Левином. Я был, что сейчас, говорит, на стороне. Раб Ари Левин подходит к нему. К этому еврею, который курит сигарету, шаббат. Он подходит к нему. Он говорит, ахи, мой брат, сегодня шаббат. Он говорит, я не еврей, я не, я не, я не, я не, я вообще, говорит, не в тему, он отвечает ему. Он говорит, не, не, он говорит, ахи, говорит, мой брат, ты такой же еврей, как и я. Сегодня шаббат. Сегодня шаббат. Сегодня нельзя курить. рассказал Раб Ари Моромоши Аруштер, что этот человек полностью стал бледным, поменялся вроде его лицо. Услышал эти слова, ты такой же еврей, как и я. Ты мой брат. И чувствовался, как вот любого Раб Ария Левина передавался этому человеку. Ты такой же еврей, как и я. Этот человек вытащил сигарету и говорит Раб Ари, Раб Ари, Левинский души слова. Годами Раб Ари, говорит, подходили ко мне и религиозные люди подходили ко мне и говорили, настолько плохо курить шаббат. Но я первый раз почувствовал, что кто-то говорит меня это с большой любовью. Раб Вин, я вам гарантирую, то что вот я выбрасываю сейчас эту сигарету, я сейчас потушу его и я целый шаббат обещаю вам, что не буду курить больше сигареты. До конца шаббата я больше не буду курить сигарету. Говори, Даб Ари, Левин, не надо тушить, это еще отдельный запрет. Успокойся, не надо. Возьми сигарету, поставь на стороне, не трогай его, оставь и, пожалуйста, не курь ваши сигареты. Тоже самые слова. Нельзя курить шаббат, все знаем, как было передано, как было передано, как мы скажем эти слова, меняет абсолютно все. Меняет абсолютно все. Давайте зайдем, дорогие друзья, чуть-чуть. Пиркавод. Потому что Пиркавод – это то место, где… И потом перейдем тоже в Мишли. Пиркавод – это то место, где наши мудрецы ни в одном месте, ни в двух местах, ни в нескольких местах объясняют нам не только что нужно говорить и что не нужно говорить. Сегодня мы хотим просто поговорить о теме, как нужно говорить. Да. Я смотрю на то, что тоже меня шамаем, что в нашем Дене Главе тоже много вещей про лошамару и так далее. Всего в нашем Дене Главе именно идет речь. Но как говорить? Как говорить? Пиркавод, дорогие друзья, в четвертом перике, пятнадцатом Мишина, говорит нам следующий вещь. Раби Матия, я был хорошо, Омэр. Раби Матия все хорошо говорил. Хэвэмэкабэль бишлон кол адам. Принимай каждого человека шаломом. Как говорил в Рашпионте, то сразу известный геморар с Масалет Бархот. Кажется, это было про Раби Йохан, было сказано, то, что не было ни одного человека, тот, кто говорил, опереждал меня шалом, даже говорит неевреи на улице. Принимай сначала, первое, первое всего, будь симпатичным, будь приятным. говори шалом. Простое слово. Здравствуй, до свидания. Элементарный ABC. Даже есть вещи, которые нам, в принципе, должны быть понятны, наши мудрецы это уже говорят. Иногда есть люди, которые, к сожалению, мамаш, человек смотрит на них как будто тиша бе ав. 365 дней в году тиша бе ав. Смотришь, шалом неусажать человека. Ты улыбаешься к нему, и это ты хочешь. Я всегда, когда заканчиваю мои уроки, я стараюсь уже часто говорить, ну, ребята, сейчас улыбка от всех, и вот так начинаем неделю. Вот так начинаем неделю. Улыбайся, что здесь стоит. Улыбка, дай человеку шалом, дай ему хорошее настроение. Даже не евреи. Дай ему, дай ему один шалом, дорогие друзья. Что можно привести? История известная, которую я вам уже рассказал, и, конечно же, мы все знаем эту историю, как один человек спасся от жизни только потому, что он говорил шалом, шалом. Известная история была, как один человек постоянно, когда заходил в заводе, на своем работе, он постоянно говорил шомеру, охраннику, шалом, когда уходил, говорил до свидания. Один раз этот человек, к сожалению, закрылся в большом холодильнике. Из холодильника больших, которые там, как комнаты такие. Он закрылся внутри, он не мог выйти. Все работники ушли, и все, никто не знал уже о нем, кто знает, кто не смотрит, он ушел, не ушел. И вдруг этот человек уже думает, что это уже конец. И дай Бог, а шимишмор, вятиль человек в камере, в морозильнике, шимишмор. Вдруг, внезапно, он видит то, что охранник открывает ему дверь морозильника. говорит, он выходит сразу же, мама, жнес, чудо, спасает человека от жизни. Говорит ему, откуда ты знал, что я был в морозильнике? Говорит ему, смотри, я уже тут годами работаю. Ты единственный человек, который каждое утро, который приходит, говорит мне шалом, и когда уходит, говорит мне до свидания, желаю тебе хорошего вечера. сегодня ты пришел и ты сказал шалом. И мне это дает всегда хорошее настроение. Кто там Митхашев, кто-то думает, что ты есть человек, а не просто человек, вещь, который человек, это статуя, которая делает свою работу. Нет, ты есть человек. Сначала говоришь, что вообще есть человек. И когда ты уходишь, ты всегда говоришь мне до свидания. Сегодня, когда все работники ушли, я почувствовал, что-то не то, что-то не то, что-то не хватает. Я вспомнил, что все ушли, и кто-то меня не сказал до свидания. Я думал, что-то не то тут. Может быть, что-то с тобой там произошло. Но я знал, что ты был сегодня утром здесь, потому что я помню твой шалом на утро. За это я пошел искать тебя и Баруха Шаме тебя нашел. Шалом человека спасать жизнь. Человек поднимается в автобусе, пошел в магазин, скажи шалом. Скажи это. Первая вещь, как говорить, принять каждого человека бешалом. Каждого человека бешалом, дорогие друзья. Невероятно. И кедуша шэм, который мы можем делать, за Луи Мангейс Пар. Были один раз в кемпе с семьями, с молодыми, с молодыми детьми. И там, это было в Австрии, и хозяева как бы этого отеля, где мы были. Там были немцы из Баварии. Владельцы как бы этого отеля. И как-то дети игрались и так далее. Пасам был, двор был, и там дети игрались постоянно. И как-то мы как-то поговорили и начали говорить с этим владельцем, мужем, женой. и говорят эти немцы. Я должен вам сказать, мы, говорит, в удивлении от ваших детей. Там были дети, еврейские дети со всей Германии, со всей Германии. И, говорит, уважение друг к другу, респект, знания, такие умные дети, сколько языков они знают, как они общаются, как они все. общение элементарно, кого-то, который у них есть, и респект, и все. Это, говорит, что-то, говорит, невероятное. Но чрезмерно, говорит, пораженный, говорит, от этого всего. После этого, как бы, зашел разговор о чем-то другом, чем они не были доволен, но это же наша тема. Но, это видит человек душа шееме, освещение имя Творца. Хевемик, шалом, просто говорит человеку шалом. Следующий момент, дорогие друзья. И эта вещь, к которой мы чрезмерно должны обращать внимание. Шалом сказать это может быть еще легче, но иногда приходится испытание в жизни, когда к человеку есть какой-то маамата, то, что называется, человек какой-то в статусе, или как-то человек гордо себя чувствует, или в разных, как бы, на самом деле, ситуациях, иногда, к сожалению, человек может прийти при напряжении другому. И это чрезмерно важная вещь. Это чрезмерно важная вещь, дорогие друзья. я помню, с детства мой папа говорил мне эту вещну, вот как сегодняшний день, мама же в моих ушах, вот так, мама, оно звенит. Уаяумер, дорогие друзья, говорил, говорит, например, вот, не пренебрегай ни одного человека в этом мире, не пренебрегай никого, никакого человека, евреи, неевреи, никто. Не говори, что, о, мне не нужно будет от него никакого, этого, можно сейчас пренебрегать, он не так уже пренебреженный, он уже так уже низко, кто бы не был бы, говорят наши мудрецы, почему? ве алтеи мафлиглиху ладам и не спор с каждым человеком, и что объясним это все, шеэнглиха адам, нет у тебя человека, говорит нам наши мудрецы, дорогие друзья, нет у тебя человека в этом мире, шеэнглиха шаа, который не будет в свое время, ве леха таваши намоком, нет у тебя вещи, которые нету в свое место, объясняет тут нам раньше, алтеи базы льху ладам, алтеи вазе шума дам ше баулам, не пренебрегай не каждому человеку, пусть он будет нишин, тос он будет раша, пусть кто бы не был, тос он будет еврей, не еврей, кто бы не был бы, в каком именно социальном статусе, или в любом статусе, не был бы, пренебрежительно говорить, нет, ни в коем случае, ни в коем случае, пренебрежительно не говорить, и второе, вяалты им афликлиху ладам, не спор, любые вещи, которые люди тебе говорят, что это шумея, что им ахшаб и афшар ла льет, атиду льет ахарсма, если ты говоришь, о, этого не может быть, это нет, это чушь, это это, короче мудрецы, может быть, это сегодня не так, а кто знает, что будет завтра, мою ледоем, что будет завтра, никто не знает, будь осторожным, что может быть, будь осторожным, что не спор, о, это не так, есть люди, постоянно, любая вещь, во-первых, элементарно, иногда у людей нет, ты общаешься с кем-то, впихывается мама, в середины разговора, во-первых, это мудрецы, уже говорят, что это не, так не ведут себя, да, с кем-то разговаривают, пихватся, во-первых, это не дело, во-вторых, любое, что ты говоришь, не важно, что это правда, истина, не истина, тора, не тора, бизнес, не бизнес, любое, только что поспорить, афлик, афлик, это ничего не приводит к хорошему, афлик, будь ха-ха, как мы часто уже говорили, дорогие друзья, в этом мире, говорят, хочется, чтобы мы были мудрыми, давайте изучая эти люди, изучая Мишлей, посмотрите, как настолько все, мы сейчас посмотрим, мы зарабатываем несколько моментов, потому что Мишлей дает нам советов, мне надо быть правдой, правдивым, быть мудрым, потому что через разные пути, как ты можешь на самом деле подойти на человека, или ситуации, ты можешь достичь невероятно больших успехов, то в социальном мире, то именно в семейной жизни, то в любом абсолютно вещи, творится так, говорит, быть мудрым, или, афлик, я не понимаю, это же не может быть, успокойся, ты никогда не знаешь, какой вещь может прийти, не спорь с каждым вещем, говорит, дальше, раши, 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 нет у тебя человека, который самый простой человек в этом мире, говорит нам, раши, что у него нет времени, что может быть, придет время, что тебе нужно будет от этого человека какой-то помощь, сейчас ты думаешь, а он старик, когда мне нужно будет от него что-то, а он, не знаю, какой-то там это, бедный, а он, что он, что он, что он себе представляет вообще, что я должен его уважать, ты никогда не говори это, ты никогда не знаешь, как час именно перевернется, и тебе нужно будет этот человек, и он отомстит тебе, и все вернется, не дай бог, очень осторожно, никогда не предупреждать человеком, этот человек сейчас он низко, завтра он может быть там твоим хозяином, вы должны быть очень осторожны, люди, которые низкие, люди, которые в любом смысле, Тора не однократно повторяет, повторяет, не пренебрегай, потому что Ашем смотрит именно таких, сердце именно таких людей, сердце именно таких людей, и столько людей, столько историй, когда люди, мяшпот, яремивьон, Торец говорит, из ашпот, из низости, низости, я поднимаю человека, и не дай бог, может быть, из верха, для бога Творец опускает тоже человека, скромно, скромно быть, с каждым человеком, и вихал, ты и пасрихула там, велиха табарка там, шелла хохма, кавритам раши, нет у тебя в этом мире, мудрости, даже самая маленькая вещь, которой нету, у него места, может быть, он пройдет свое время, свое место, и он найдет, какой-то себе, важную семью, в этом мире, ты никогда не знаешь, ты никогда не знаешь, что он на самом деле человеку на будильнина, необходим, значит, не пребрегай ни одним человеком, уважай каждого человека, уважение каждого человека, кто бы ни был бы, как бы ни был бы, образ общения, образ отношения к другому, это должно быть так, как наши мудрости говорят, мы здесь, пойдем дальше, дорогие друзья, мы сейчас пройдем уже, мы говорили, начали с общего именно понятия, и мы сейчас зайдем детальнее, 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 и пока мы можем, с вашей помощью, дойти до этого момента, как мы уже посмотрим, как общаться, как быть, как быть именно с людьми, дорогие друзья, мечта в переговоре, опять-таки, в третьем переговоре, Каждый человек, который любимый здесь, в этом мире, должен знать, что он любимый, тоже творцом, и каждый человек, который нелюбимый здесь, знает то, что он нелюбимый, тоже творцом, индикатор, понять, кто любимый наверху, посмотри, как люди любят этого человека, посмотри, как люди любят этого человека, как люди любят этого человека, любят этого человека, наверху он тоже любимый, не любят, значит, что-то нужно менять, Дорогие друзья, как мы можем достичь этого, чтобы правильно разговаривать, правильно относиться, правильно быть именно с людьми? Мы сейчас посмотрим, дорогие друзья, несколько мест. Один у нас в Рабине Йона, другой в Вильногойне, и с Божьей помощью мы возьмем невероятно большие уроки нашей жизни. Опять-таки, на пирке вот, в первом пирке говорится в следующий момент, Шамай говорил, делай Тору твои основные задачи, твоя основная работа, то, что должно быть, твоя основная вещь в твоей жизни это должно быть изучение Тору. Говори мало, делай много, не надо болтовать много, не надо. Делай мало, извините, делай много, говори мало, не надо обещание, и так далее, и так далее, говори, Мамейши, и делай больше, что от твоих рук вышли на большее именно делать деяния. И продолжает пирке вот, дорогие друзья. «Принимай каждого человека с улыбкой». «Принимай каждого человека с улыбкой». Посмотрим, как объясняет Рабина Йона эту мышь. Дорогие друзья, слова нелегкие. Вещи, которые, тут говорится, это нелегкие, но если задумаемся, каждый из нас, посмотри вокруг, я лично всегда вижу эту вещь. Людям, которые в каких-то обществах тяжело влюбляться, тяжело именно с людьми, люди не понимают, не до понятия. Всегда, когда есть в семье какие-то моменты, с детьми и так далее. Это секрет, если мы возьмем, дорогие друзья, это превратит абсолютно все в другую димензию, в другую абсолютно вид у нас будет на самом деле на жизнь Божьей помощи. Смотрите, золотые слова Рабина Йона, один из решений, дорогие друзья, один из великих-великих мудрецов о шкафе и мировоззрении еврейского народа, который основан именно на Рабина Йона. Говорит он, Рабина Йона, «Шеярэ лавэм паним яфот шел симха». Улыбайся каждому человеку. Улыбайся каждому человеку с радостью. Улыбайся. Рабин Йону Пьян говорил, «Ес халахе такое выражение, дорогие друзья, такой принцип халахический, человек, который делал яму в общественном месте. Общественное место не принадлежит мне». Но если я там пошел и сделал яму, и кто-то упал, не дай бог, то человек обязан платить за этого человека, за этот ушиб, который человек сделал. Называется «Бор биршут арабин». Яма в общественном месте. Говорит нам Рабин Йону Пьян, «Твое лицо – это яма в общественном месте». Той улыбка или плохое настроение, этим ты вредишь другому, или даешь счастье и удачу и хорошее настроение и радость другому человеку. Этим тем, что у человека плохое настроение, плохое вид на лицо, ты не знаешь, что это я, мне плохо, и все, примите мне, как оно есть. Ты знаешь, ты носишь с собой «Бор биршут арабин» – яму, ходящую в общественном месте, в котором люди могут упасть в него. «А, у него было плохое настроение, у меня тоже испортилось настроение, ой, человек пошел посмотрел не то, что ему нельзя было смотреть, он пошел погушал то, что ему нужно было делать и так далее, и так далее, испортилось ему весь день, потому что было плохое настроение, потому что когда он встал, его жена не так посмотрела, муж не так посмотрел, дети и так были, мы с детьми по отношению, по другим были, с друзьями, на работе, а, 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 и столько фреда можно привести, а наоборот, столько человека доброта можно привести с радостью, улыбкой, мотивацией, даже если внутри у нас какая-то есть борьба, что-то не так, у каждого есть какие-то вещи, но ты улыбку дай, 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 будь подарком человека, делай хэсэ другом, смотрите, что тут говорит сейчас Рабиньёва, дорогие друзья, этим люди будут тебя любить, тем, что ты будешь приятным, симпатичным, симпотным, не симпатично красиво одеваться, а эмпатия, чтобы было у людей от тебя. Роцэ ломар, шэй трахэк ми мина токас, отдались от качества злости, ярости, шэмидарат, мёд, это чрезмерно плохое качество, говорит Рабиньёна. Будь доброжелательным, будь доброжелательным, чтобы люди были довольны от тебя, хорошими качествами и принимающими от людей, приятными, чтобы ты был для людей. Ты же чтобы люди тебя любили, ты будь симпатным, ты будь приятным, ты будь доброжелательным, тогда люди будут любить. Но тут сейчас приходят, дорогие друзья, не легкий вещь, но секрет всего, отношениями на другом деле. Смотрите, что говорит Рабиньёна. На это говорили наши удрецы морали. Морали. Рецонха шэ трахфоц. Твое желание, чтобы люди тебя любили, хафоц ма шэ ло трахфоц. Желай всё то, что ты не желаешь. Шэй на дам я холе хасик. Потому что человек не может достичь. Шэй уа олам хафецимбо. То, что люди и мир любили его. Им ло я авор хевцо мифней хевца. Если он не перейдет через себя ради желания других людей. Вей батель рационум мифней рационум. И будет аннулировать свои желания по отношению к другим. Этим у него будет множество любимых людей. Вейшмор навшо. Этим будет хранить свою душу. Мниске блянавшо. Людей его не вредили. Ки амаре лаген паним шелца ам. И с него вверх. Акуми бакшу ля разум. Потому что человек, который показывает плохое лицо. И плохое настроение. И плохое всё. Этим людей никто не хочет с этим человеком быть. Постоянно негатив, когда выходит от людей. Люди не хотят находиться с этим людьми. Смотрите, что говорит нам Рабиньёна, дорогие друзья. Мы всегда, очень часто люди, я слышал один момент. То, что вот, принимайте меня как оно я есть. Вы обязаны, общество, вы обязаны меня принимать так, как оно есть. Но когда приходит то, что отдельные именно люди или общество. Он говорит, а общество требует определенных поведения. Или же определенные люди требуют определенного поведения. Я говорю, почему? Потому что вы обязаны мне. Вы обязаны мне. Все из мира обязаны мне. Говорит тут Рабиньёна, мой дорогой. Хочешь, чтобы тебя любили. Чтобы ты был любимым от каждого человека. Того Агмедута. Понимая то, что есть другие люди тоже. А снова понимая то, что перед тобой есть другой человек. И переходи через свои какие-то желания ради другого человека. И этим ты будешь стать любимым. Этим ты станешь любимым для других людей. Да, некоторые вещи непонятно. Неприятно. Неприятно. Да. Человек, пример. Очень банальный вопрос. Очень. Мама. Такая вещь, которая даже это трогается. Но настолько я вижу моими глазами, что люди просто ломаются на это. Человек находится в будущем сварады, молится среди Ашкиназов. Есть моменты, в которых мы сварады, или неважно, если будет наоборот, определенных местах мы должны встать. Я говорю, где они встают во время кадыша и так далее, если вдруг мы садимся во время кадыша. Ты говоришь, нет, мой закон так говорит, я так, я этот, я сварады, я там ничего не буду менять, я этот. Мой дорогой, успокойся. Во-первых, Аллахатия говорит, должен встать, должен уважать в том месте, где ты находишься. Зачем он тебе? Понимай то, что тут есть другие люди, тут осознавай то, что ты находишься в другом месте, пойми, где ты есть. Переходи через какие-то вещи. Да, я понимаю, что ты сварады, ты очень любишь. Я сам сварады, ребята. так что я не говорю. Осознавай, ты находишься в том месте. Принимай это, пойми, что тут другие именно люди, тут другие правила. Тут есть, перед тобой человек стоит, что-то тебе неприятно, значит, сразу же его пренебрегать. Не, пойми то, что там есть другой человек. Его желание, его определенные вещи говорит, только так ты можешь найти место в обществе, только так ты можешь найти любовь по отношению к другим людям. есть одно бриллиантовое слово, дорогие друзья. это не легкая вещь. Но если мы можем это делать, мы можем много счастья, радости иметь в себе, в сердцах, в семье и везде. Тие камеш, будь чуть-чуть мягким, не надо быть камень, кость, железо, камеш, подстраивайся под людьми, подстраивайся под человека, не в негативном смысле халила бихаз, пойми, что они хотят и на их языке поговори. Поговори на их нам языке, поговори, пойми их, заходи в их ситуацию, тогда все абсолютно поменяется, тогда ты будешь легким везде, тебе легче постараться везде. И ты свои принципы не ломаешь, ты остаешься тем, что ты есть, твоя личность не ломается в любом случае, но чуть-чуть пойми то, что вот этот акшанут, вот этот железное имена, нет, упрямство и так далее, ломай. И вот хочу вам давать невероятно большую вещь, дорогие друзья, под конец Адвинского Гаона. И если мы общаемся действительно с такими людьми, таких как камни, Шлома Мелех уже говорил нам, как общаться с такими людьми. Иногда приходит человек в ярости, иногда человек приходит, ох, иногда видишь такие имена, думаю, человек перевернется сейчас в мир. Но, дорогие друзья, если иногда есть такие моменты, и даже знать то, что есть на самом деле, есть на самом деле советы от нашего великого учителя Шлома Мелеха, который с Божьей помощью может дать много... Ох, нет, я буду в правильном месте. Многими на фруктов. Говорит нам, Царь Солома, Шлома Мелех Мишлей. Повторяю. МААНЕРАХ, ЯШИВХЕМА, УДВАР ЭЦЕВ, ЯЛИАВ. Повторяю. МААНЕРАХ, человек, который отвечает мягко, скромно, ЯШИВХЕМА, он может даже вернуть ярость. Ты видишь, что человек в ярости, он сейчас начинает это, это и что? Ты понимаешь, что человек пихут спа, относится на самом деле сейчас нагло и неправильно, и ты понимаешь, что ты прав, и ты понимаешь, что этот, этот. И что ты хочешь? Человек думает, я что, тряпка что ли? Что они именно надо мной так и натоптали, и отвечает человек обратно. Это нормальная тактика, автоматом, это, говоришь Лома Мелех полностью наоборот, полностью наоборот. Ты хочешь, чтобы этого человека успокоить, и ты, чтобы достиг то, что ты хочешь, МААНЕРАХ. Говори с ним спокойно. Говори с ним спокойно. Говори тебе тут наоборот, МАЛЕРАХ. Говори то, что человек, который отвечает, Человек, который собирается сделать какую-то ярость, человек возвращает именно свою ярость. Человек успокаивает и возвращает его от его ярости. И мы хотим понять, такого человека может даже это успокоить, и даже какого жесткого человека, мягкие слова, может на самом деле повлезть на него. Опять что, Мамелих, мудрящийся человек в мире, дорогие друзья. Дальше, в 25-м перике, говорит нам следующая вещь. Сейчас переведу вам на русском. Смотрите, что тут говорится. Даргатеприиме склоняется к милости. Властелин. Но сейчас нашим на тема. И мягкий язык переломит кость. Говорит тут виногой, что это значит переломить кость. Какие кости он хочет переломать? Говорит нам виногой, что это значит. Когда человек всегда спокойно говорит. Витаханунин и приятности. Он тогда может даже ломать тех людей, которые твердые, так как кости. Мудрое Шлома Мелиха, дорогие друзья. Полностью абсолютно наоборот. Человек, мы думаем, что такой разговор. Говорит, нет, успокойся. Подумай, что сейчас подходящее. Человек стоит в ярости. Спокойно поговорит. Человек сейчас, как камень. Спокойно поговорит. Это может быть, ты будешь в ярости. Ты будешь в ярости. И как мы уже сказали про воспитание детей. Шлома Мелих опять так и говорил. Ты был это, Шлома Мелих говорил. Шлома Мелих говорил про упрек. Про упрек был. Шлома Мелих говорил то, что не давай упрек. Кому? Не давай упрек. Лецу. Да? Не давай упрек человеку, который он насмешник. Но мудрому дай ему упрек, он будет тебя любить. Как там было? Здесь я записал. Инна, да. Аль Тухьяхлец не давай упрек. Насмешнику пэни сайнаха, потому что он тебя будет ненавистить. Но он говорит, дай упрек кому? Мудрому. И он будет тебя любить. Говорит нам шла, когда, что это значит? Что ты думаешь? Не давай, если человек, он глупый или он умный, тому? Нет. Как ты должен поговорить с человеком? Не говори ему, ты тупой, ты не понимаешь. Ты насмешник, ты этот. Не, 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 не. Если ты будешь говорить, ты насмешник. Или мы поставим на наших детей или на человека, о, какой-то стемп на голове. Ой, ты там шелмазл. Там, не знаю, там, все ломается по твоих рук. Ты ничего не можешь. Ты тупой, ты такой, ты такой. Глядь, он будет тебя ненависти. Но когда ты говоришь ему, что говоришь, лава мэлех, вилхиях, лихахам, дай упрек мудрому. Что такое мудрому? Не мудрому человеку. Скажи ему, что ты мудрый. Скажи, что ты мудрый. Ты, мамаша, молодец, ребенок. Ты вообще там супер классный. Ты вообще там машу-машу. Ну что, можно определенные вещи поменять. Не подобается такому умному человеку, парню, как ты. Не подобается, на самом деле, такое поведение, как ты сейчас делал. Тебе подобается много больше поведение. Вопрос, как мы можем, дорогие друзья, разговаривать. Все абсолютно может поменять вина в жизни. Подход к человеку, во-первых, всегда позитив. Во-вторых, подойти всегда мудро. Мы, друзья, мудро, с кем мы общаемся, как мы общаемся. И этим можем все абсолютно поменять. Я хочу вам, пожалуйста, рассказать историю. Конец. Историю я прочитал в прошлой неделе. В книге, в которой собраны истории из книги Беншхая. Собраны книги Беншхая. И там приводится следующая история. И настолько это сильная история, что дает нам, во-первых, мудрость женщины, мудрость вообще человека, подход человека. Настолько все абсолютно может перевернуть. Рассказывает вам следующая история. То, что был один человек, который пошел на трапезу в одной семье. И у этого человека была очень-очень-очень хорошая жена. Умная, пока боязненная. Его имя все знали, весь город, все абсолютно славились. Чрезмерно именно хорошая женщина. В красоте. Во всем, во всем абсолютно вот... Мюхат. И в этом трапезе, куда он пошел, его жена не была. Он был один. И хозяин этого дома посмотрел на этого парня. И он тоже был очень симпатичным парнем. И сказал, не хотел бы ли это пожениться на моей дочке. Он говорит, ну смотри, говорит, мы здесь с Варадым, у нас, у нас с Варадым, в принципе, логически можно иметь две жены. У нас, говорит, можно, говорит, две жены. И он, из-за того, что он чуть-чуть был выпивший и так далее, уговорили и так далее, и сказал, хорошо. Пожали руку, перевезли эту девочку. И он даже не смотрел, не знал, на нее было покрытие на лице. И вот так, как бы, женился. Танеми Грингу Дэшит были, как бы, свидетели. И Мазлитов. Назначили свадьбу через месяц. Он сейчас выходит из... из... из этой трапезы. В середине дороги он понимает, что он сейчас делал. Что он сейчас-то делал? У нее такая жена. Как он сейчас может прийти, из какой хоспа может прийти и сказать сейчас жене, жена, и у меня вторая жена. Мне не нужно говорить, никакая жена. У меня идеальная жена дома. Зачем мне сейчас другая? Во-первых. Во-вторых, что я сейчас пойду сказать им? Я сейчас пойду скажу им, что, пожалуйста, давайте разведемся или делаем какое-то это... Сейчас закончим это все. Но они такие сильные. Во-первых, они очень богатые. Во-вторых, у них очень большой мощь. И у них не только этот отец, и брат у нее, и так далее. Сильная семья. Не знаю, что они со мной будут делать, что они, ну, как бы, с такими семьями, они скажут, что ты играешься над нами, и так далее. Забоялся этот парень. То пойти к жене... Как мне сказать жене это? В конце концов подумал, 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 сказал, лучше расскажу моей умной жене, она мудрая, и даст мне хороший совет, что мне делать. Пошел домой, весь без настроения, без ничего, приходит, сразу же жена поняла, что-то произошло. Спрашивает макара, что произошло. Жена, я обязан тебе рассказать. Вот так, так, так было. Пожалуйста, дай мне совет. Дай мне совет. Ты у меня мудрая женщина, жена. Дай мне совет, что мне делать. Я не хочу тебя скрыть. Я хочу, чтобы ты знал, как оно есть. Мудрость женщины. Когда у вас свадьба? Спрашивает жена. Говорит, свадьба, папа говорит, значит, через месяц. Свадьба через месяц. Говорит жена, а почему так поздно? Делай свадьбу через неделю. В шоке. Через неделю? Говорит, да. Говорит, не только, говорит, свадьба, а где будет свадьба? Он говорит, дома, говорит, у родителей, они там хотели. Я говорю, послушай внимательно, что я тебе скажу. Я говорю тебе с чистого сердца. Привези эту девочку сюда, в нашу квартиру. И вы будете делать свадьбу в самом лучшем комнате, которая у нас есть. И дашь этой девочке самое хорошее место. И все на высшем абсолютно уровне. А я уйду из дома. Сегодня, говорит, эре в Рошходеш. Канун, говорит, Рошходеша. И через месяц, канун Рошходеша, я вернусь. Я пойду к моим родителям. Буду, говорит, на месяц, пока ты будешь с твоей новой женой, что она не смотрела на меня, что у тебя есть еще вторая жена, и что она не почувствовала себя плохо. Я хочу, чтобы она почувствовала себя хорошо. И не думая, что у меня есть какие-то плохие намерения, я тебе говорю, это с чистым сердцем. Мужчина с ума сошел, говорит, что происходит? Жена уходит, дает мне место. Я думал, говорит, ты мне что-то такого скажешь, и что я как-то могу с этой проблемы уйти, но ты мне говоришь, у меня такие советы, я вообще, говорю, не понимаю. Объясни меня, в чем твоя мудрость? Сейчас ты это не поймешь. Через месяц ты сам поймешь, почему я так это тебе говорю. Она собрала сразу свои вещи и пошла к своим родителям. Этот мужчина идет в доме этой девочки, новой своей жены, он говорит, давайте делаем свадьбу сразу же, срочно, через неделю. Он говорит, хорошо, делали свадьбу, все было прекрасно, все было идеально. После свадьбы та девочка открыла свое покрытие на лицо, и он смотрит на эту девочку. Луа Лейну говорит, очень, очень некрасивая женщина, чрезмерно некрасивая женщина, от головы до ног, просто, когда он увидел этого, облужок, и сразу вспомнил свою жену. Говорит, блин, моя жена такая красивая, куда? Да, она сейчас ушла, говорит, а я сейчас, говорит, целый, я женился на этой девочке, я вообще даже не знал, как она выглядит, как я могу вообще выйти, говорит, за этой девочкой, замуж, жениться на нее. Он говорит, что я, за кого я помнял, что я именно наделал? Он подумал, хорошо, она некрасивая, ладно, хорошо, может быть, она умная, может быть, окей, будет вторая жена. Все так, да. И в разговоре после двух именно, то же называется, маленького разговора, small talk, сразу же он понял, то, что девочка очень, очень неумная, вообще, никакой, ни одной каплики на мозгу нету. Хорошо, он подумал, ладно, говорю, буду его использовать, как, ну, домработница, может быть, что-то будет именно в этом. Сразу же, первая жена ждала ему пару именно задач, пожалуйста, привези мне горячую воду оттуда, вот туда, он понял, то, что она лентяйка, не хочет абсолютно ничего не делать, абсолютно ни в чем, не, невозможно это пригодить, это девочек, вообще ни в чем. Он понял, что, не, не, я не могу, я не могу говорить, что человек, именно, жить, это нереально. Следующее, следующее утро, он пришел к своему другу, к говори, к своему другу, друг, смотрел, вот так, вот так вышло, говорит, и я не знаю, что мне делать, но я знаю, что здесь хорошее отношение к папе и к брату, этой девочке, пожалуйста, поговори с ними, я готова давать большим на взятку, большим на подарок, я дам им на большие деньги, чтобы они согласились, чтобы они развелись, я не хочу, я не могу с ней жить, это нереально была ошибка, я был пьяным, что я могу делать? И вдруг действительно пошел, поговорил, и брат, и папа согласились, и он дал им на кучу денег, и действительно они развелись. Теперь смотрите, приходит Эр-Брашходыш, возвращается жена, до этого момента у них не было никаких переговоров, никаких связей, абсолютно ноль, девочка, это его жена, его хорошая жена, возвращается, Эр-Брашходыш, он встречает ее, мам, большой радостью, большим подарком, большим, именно в этом, и считававшим. Потом говорит сейчас жене, жена говорит, объясни мне, в чем была твоя мудрость, что ты, как ты мудрилась, что ты от этого делал? Центр говорит, все очень просто, я, говорит, знала эту девочку, кто она, и что она себе представляет, я знала, что она не была красивая, я знала, что она не умная, я знаю, что она очень была лентяйка, я знаю, как бы было шло мне речь, но что бы я бы выиграл, если бы тебе сказал бы, иди сейчас же разведись, ты не знал ее, ты не видел даже ее, ты даже не знал, как она выглядит, даже не знал, какая она лентяйка, или какая она красивая, или не красивая, ты абсолютно ничего не знал, ты бы все время думал, может быть, я ошибся, может быть, было неправильное решение, что я его развел, из-за этого, я был уверен, что ты разведешься с ней, потому что я знаю тебя очень хорошо, из-за этого, стоило мне пойти, и давать тебе самому решить, это решение, потому что я знал, что это будет, это решение, и ты действительно, как я тебе сказал, я пошел, и ты сам пошел к этому, что ты развелся женой, сейчас, все, шалом, и взявить. Мудроз, дорогие, жиры, молодроз, ни к кому-то такое, да, но иногда, не все, именно прямо, косвенно что-то сделать, что-то именно поговорить, все, абсолютно меняется, все именно меняется. Дай Бог, чтобы Творец дал всегда нам много сил, много сил, вот эти шмайя, нужно молиться, б pot seasoned, нужно всегда молиться, чтобы Творец помог нам правильно говорить именно с людьми, правильно, правильно, дорогие, это чрезмерно важно, Первое, которое мы говорим о том, что мы всегда, как написано в Мишлекхагаврит, что он находится в Хен и в Сахалтоу, в Иллюхе, в Идам. Он всегда нахадил Хен и в Хесед в глазах Творца и в глазах людей. Амин к ней рецепт.